Снова здравствуйте! Пока я готовил видео по разоблачениям, встал одолевать мысль, что надо выпустить небольшой ролик с пояснением, на какие варианты излечения можно надеяться, а на какие нет. Естественно, в очередной раз напомню, посмотреть мои прошлые выпуски, кто это еще не сделал, чтобы вникнуть в ситуацию. Но в первую очередь гляньте тему по пониманию основы зарождения болезни. Там было два выпуска. Ссылки будут внизу. Я понимаю, что они воспринимаются очень тяжело, так как сложно все-таки объяснить такие процессы, чтобы дошло до самых различных слоев населения. Но вы не стесняетесь задавать вопросы. А я уже собрав некоторое количество, составлю на ответах очередной ролик. Я же прекрасно понимаю, что для многих вихревая медицина это что-то из области космоса. Да я еще тут парапсихологию вплетаю. Так вот, я сейчас попытаюсь пояснить, каким образом можно самим понять, какие болезни могут поддаваться лечению, а какие нет. Как мною было уже сказано, статика действует не на саму болезнь, а на иммунную систему, возбуждая ее. Вместо же воздействия статическое поле как бы просвечивает для иммунной системы, попутно разрушая нейронные связи то ли вирусов, то ли бактерий, то ли грибниц. Высвечивая любую аномалию и повреждения, давая прямую возможность организму очистить все. Но повреждения или то, что мы понимаем под этим, могут иметь самые различные причины. В подавляющем случае для иммунной системы и народностью являются самые различные микроорганизмы, принимаемые как зловреды. Именно зловреды, так как есть бактерии, которые приносят пользу для нас, но как я уже ранее пояснял, они не ведут себя как хищники и не стремятся захватить наш организм, а живут в нас, только для того, чтобы переработать поступающую органику. Естественно, к зловредам также относятся глисты и им подобные паразиты, о которых мы можем даже не подозревать. Конечно, они своей паразитной жизнедеятельностью наносят серьезные повреждения. Есть еще понимание прямых повреждений. Это травмы типа нарушения внешних и внутренних тканей, переломы. Допустим, камни в почках, больные зубы, некие наросты на внутренних органах, которые сама иммунная система не в состоянии убрать из-за своей пассивности или забитости. Так как накапливаемые отложения наращиваются очень медленно, организм, как я уже рассказывал, быстро привыкает к сложившейся ситуации и вместо устранения проблемы просто ее локализует. Вот как мозоли на руках или ногах. Если слишком часто кожа натирается и регулярно, то в этом месте она просто деревенеет. И если ситуация с натиранием не меняется, то возникают существенные проблемы в этом месте, а иммунитет этого уже не замечает. Возможно, вы уже начали догадываться, к чему я веду. Продолжим мысль дальше. Конечно, навести мысль лучше всего на реальных примерах. Вот у меня родной брат-строитель. Сами понимаете, за его жизнь травм всяких полно было. Вот один из его случаев. Где-то лет 8-10 назад он, так сказать, поймал гвоздь прямо в глаз. Правда, не фатально, так как гвоздь прошелся плашмя и он успел зажмуриться. Тем не менее, зрение повредилось. Как на этот, так и на другой глаз. Почти ничего не видел пару недель, а потом подлечился и зрение несколько восстановилось. Но на полторы-две диоптрии ушел в плюс в оба глаза. А поврежденный заметно давал о себе знать. Пришлось носить очки, хотя до этого надобности не было. Комплект по вихревой медицине я ему подарил почти год назад. Но первые полгода, как оказалось, он почти не пользовался. Живем мы на некотором расстоянии друг от друга и контролировать я его не мог. Иногда созванивались и издельно виделись. Но последние полгода я уже начал настаивать на использовании и он всерьез взялся за лечение. Тем более, болячек у него было выше крыши. Так вот, после этого у него началась новая жизнь. Но об этом не буду. Вернемся к глазам. Буквально через пару недель после лечения глаз у него стали рассасываться повреждения. И оба глаза резко улучшили зрение. Лечение других проблем тоже было весьма эффективным. Но тоже об этом не будем. Пока остановимся на глазах. Я подчеркиваю была травма которая внесла некоторые физические изменения которые повлекли за собой ухудшение функциональности. Воздействие статикой высветлило проблему и направило иммунитет на исправление. Так вот, теперь будьте внимательны. Иммунная система это для тех, кто не в курсе имеет начальный образец или копию так сказать нашего генетического кода. Это как в компьютере данный на жестком диске. Там есть полнейшая информация о строении любого органа вплоть до состава и состояния любой клетки и ее предназначения. По которой сравнивая копию и поврежденный участок система пытается восстановить изначальное состояние. Если это в принципе возможно. К примеру, если оторвало палец то он не отрастет как хвост у ящерицы. Но если повреждена ткань и рану свести по краям то может зажить так что даже шрама не будет. Кстати, статика этому очень способствует. Если кость сломали то сложив оптимально можно надеяться на максимальное восстановление. Это все в случае повреждения или ограничения функциональности. Но если зрение село не по причине некоторого стороннего воздействия, а просто из-за того что с возрастом у глазного яблока несколько атрофировались и устали мышцы которые отвечают за изменение фокуса от чего нам приходится носить очки с плюсом или минусом то организм не сможет распознать в этом проблемы. Ведь допустим если мы качаем мышцы и они сильно изменились то это не является повреждением или нарушением. или вы много лет качались а потом перестали мышцы постепенно атрофируются и их состояние станет согласно вашей активности. В общем влияние статики не является неким тренажером для накачивания мышц но зато очень хорошо тренирует иммунную систему. Ну что мысль поняли? Если есть проблема и она отличается от сохраненной копии то иммунитет будет стремиться восстановить копию если отличия не фатальны. И конечно будет стараться из организма вывести все лишнее в виде уничтоженных зловредов опухолей камней и любых наростов. Для закрепления понимания приведу еще один пример допустим геморрой. В принципе это все тоже атрофированная работа мышц поэтому возможность вылечить такую напасть минимальна. Вот если это состояние уже приводит к травмированности то иммунитет тут как тут но мышцы он по-любому не подкачает. Вот у роженец после родов бывает подобная проблема с геморроем но такое уже травма так как вероятно будут повреждены мышцы поэтому эффект лечения возможен и эффективен надеюсь концепцию поняли но есть еще один вариант так сказать причина быть или не быть это генетика если ребенок родился с поврежденной генетикой допустим пальцы срочные или зайчья губа ну другие аномалии то у него в копии именно такое состояние будет зафиксированным поэтому любые попытки как-то изменить ситуацию ничего не дадут если пальцы срощены то тут только хирургия поможет в виде пластической операции там разрезать зашить но если будут некие травмы например родовые то тут можно надеяться на лучшее еще не все болячки есть то что видится если ноги распухли от водянки то стоит обратить внимание на почки а если появилось некое кожное раздражение то возможно надо что-то делать с печенью хоть это грубые примеры но смысл отражают а также если вы не устранили причину проблемы яркий пример заявлен курильщик то восстанавливай здоровье не восстанавливай а все вернется и последнее на сегодня каждый день когда вы воздействуете на проблемное место то иммунитет каждый раз сравнивает свою копию с соответствием оригинала то есть цикличность использования заставляет иммунитет по новой сравнивать с образцом постепенно улучшая состояние но не забывайте про привыкание и приспособление делая перерывы чтобы защита успела подзабыть свои усилия и после перерыва снова набросилась на проблему как первый раз ну и как дополнение к этому добавлю следующее любое воздействие имеет свои границы любое воздействие имеет свой уровень если граница это длительность воздействия как от и до как то возникновение мозоли или одно дело просто руки помыть а другое целыми днями полоскаться в воде или вообще без воды песочным очищаться поэтому любое действие должно быть оптимизировано с уровнем воздействия та же картина так как самое нежное прикосновение перышка к коже отличается от всеразрушающего характера в пуле только силой воздействия если вы не будете контролировать эту силу то или не получите результата или чего хуже еще больше нарастите проблему теперь подведем итог сказанного сегодня и в прошлых выпусках по основе зарождения болезни извините но приходится повторять и повторять так как вроде все довел все разживал но тут же задают вопрос об этом же словно я ничего не объяснял значит так напряженность статического поля имеется ввиду динамического проникая в проблемные органы заставляет иммунную систему обратить внимание на эту область но так как иммунитет это не некий кораблик который дефилирует внутри организма и как грызун напав на жертву ее тут же поедает нет это некая глобальная волна которая пробудившись проносится вихрем по всему организму смывая на своем пути всякий мусор если нет препятствия то проносится дальше если есть то пытается его смыть проблема слишком большая накатив несколько волн уходит оттуда так как ресурсы ограничены но статическая напряженность направленная в эту проблемную зону воздействует на очаг зловредов зарушая их взаимосвязь подчеркиваю не на сами микроорганизмы а на их взаимодействие кстати у Мишина это называется кольцевыми структурами хотя вы возможно уже поняли что это есть на самом деле и вот потеряв координацию этот паразитный конгломерат своей активностью и беззащитностью выдает себя уже иммунитету который совершает зачистку местности и уничтожив паразитов пытается вывести отходы через кровь и тут подчеркиваю уничтожает паразитов защита организма а не статика вот поэтому дренажная система как об этом я рассказывал в прошлом выпуске про передоз должна быть предварительно подготовлена иначе все отходы застрянут на этом же месте и будут питательной средой для выживших или вновь прибывших вот поэтому надо обязательно предварительно очистить кровеносную систему от заторов и грязи кстати такой же алгоритм действует и на паразитов в виде глистов и более мелких червеобразных им тоже статика создает условия которые заставляют эту живность впадать в панику и выползать из засиженных мест а там уже организм пытается этих паникеров отторгнуть возможно некоторые слышали что при обычных чистках организма от глистообразных статика не уничтожает их и выводятся они в живом виде что значительно лучше так как уничтожая паразитов внутри организма особенно когда их много то можно получить огромную дозу токсинов то есть серьезное отравление правда в этой системе есть одно исключение о которой я хотел бы рассказать подробнее если после решения внутренней проблемы организм выводит отходы через кровь то снаружи вывод о мертвейшей ткани производится отторжением то есть некая травма расположенная на поверхности или даже внутри но на расстоянии не более 5-20 мм от поверхности вероятнее всего будет отторгнута наружу без выноса отходов через кровь я вам уже когда-то демонстрировал на своем собственном примере как сильный ожог эффективно и грамотно был вылечен и выведен вот на этой ладони был ожог и как видите не осталось даже намек и хоть ожог был сверху но была повреждена внутренняя ткань минимум на 8-10 мм я это хорошо чувствовал но еще где-то год назад я вывел уже на правой ладони две травмы вот здесь еще лет 20-25 назад я уже даже обстоятельств не помню так довольно часто бываю в экстемальных ситуациях и часто получаю некие травмы но тут внутри меня было повреждение возможно или кость задета или связки может сухожилие но мне это иногда сильно мешало особенно в связи с изменением погоды иногда даже тяжести было трудно таскать так как сильно ныло хотя внешне тут вообще ничего не было видно только когда массаж делал чтобы хоть как-то загасить ощущение то прямо чувствовал как там что-то мешает мелкая моторика тоже влияла на болевые ощущения даже просто ручкой что-то писать или вот я очень много времени мышью пользуюсь то иногда приходилось разминать кисть и массировать так как было просто ну невозможно продолжать а тут еще лет 7-8 назад зимой менял своей машине колесо во дворе колеса запасные были в сарае на втором этаже машину поставил прямо возле лестницы колеса у меня с литыми дисками естественно тяжелые и вот я спускаюсь по лестнице с колесом правой руки а на ступеньках лед да еще одна из ступенек неровная а слегка выпуклая вот я на ней и поскорянулся успел схватиться за перила левой рукой когда загремел а вот в правой тяжелое колесо которое при таком повороте события начало меня на руку выворачивать но отпустить не могу так как внизу прямо под лестницей машина стоит если поскачет по ступенькам то весь бок напрочь снесет пришлось удерживать и соответственно кисть мне повредила и вот у меня две травмы одна тут внутри и вторая вот здесь и вот покоя мне не давали много много лет вот я взял тор еще первых модификаций на мгтф и вот сюда положил и так и так так работаю на компьютере и заодно пролечиваю на это все мне понадобилось около месяца естественно с перерывами вот тут только чувствовал что что-то происходит то есть вынос отходов производил производится через кровь а вот тут было интересно наблюдать как спирал внутри образовалась некая горошина вот прямо вот там очень четко прощупывалась через кожу и заметно побаливала это где-то через пару недель а потом началось самое интересное это горошина внутри стала двигаться в таком направлении и постепенно поднимаясь в этом месте оно начало уже выходить из-под кожи уменьшаясь размеров и вот чем больше отторгалось тем меньше становилось было такое очень плотное и темное и вот где-то в этом месте оно стало уже как пшеничное зерно окончательно выйти на поверхность кожи еще за неделю оно все уменьшилось и исчезло пока оно вот так двигалось боли тут меня уже не беспокоили а тут за это время чувствовать боли я уже перестал и только некоторое время еще через пару месяцев иногда возникало ощущение некого легкого дискомфорта особенно заметно было если на эту кисть давал силовую нагрузку еще до лечения приходилось отказываться от занятий на турнике когда были обострения из-за этого даже стал формы терять но вот уже более полугода вообще никаких проблем вообще нет ну что же надеюсь я ясно все изложил и для вас теперь не составит труда разобраться в этом природном алгоритме с какими болезнями мы можем справиться а с какими надо искать альтернативу всем желаю бодрого духа и успехов здоровья